Приветствую вас, и я бы сказал, что имеет место, знаете, такое комплексное состояние. Наверное, в детстве вы испытали сильное потрясение. Потрясение, связанное с, значит, каким-то, или какой-то сказкой, или мультиком, или фильмом. Ночью вы увидели, или в темноте, или как-то еще, вы увидели оборотня волка. И, спустите, потом забыли это, но страх этот у вас остался. И когда вы оказались за своим молодым человеком, возникла такая ситуация, что этот страх у вас пробудился. И пробудила его определенная ситуация. Точнее, какие-то элементы этой ситуации. Неперечитый страх вас проснулся, что и повлияло на подобное поведение. Сделать в этой ситуации нужно следующее. Во-первых, думается мне, что жалеть ни в коем случае не стоит, относительно того, что произошло. Потому что, раз мужчина, скажем так, позволил вам уйти, позволил себе выделять вас, значит, не так сильно он вас и любит. Потому что, ну простите, если женщина во время интима пугается и убегает, это никак не означает, что она его не любит. Это означает, что у женщины есть какие-то страхи. И мужчина любит, что эти страхи женщины преодолеть поможет. Ваш мужчина ничего такого не сделал, значит, что не особо вас и любил. И в этом случае, в этой ситуации, смысл вашего страха приобретает особое значение. Возможно, он показал вам, что этот мужчина для вас не подходит. Возможно, он показал вам, что этот человек вам враг, он причинит вам боль, причинит вам страдания. И вы, по сути дела, опередили ситуацию. Вы сами его бросили, а не он бросил вас, тем самым причинив вам вред. Думается мне, что таким образом сыграла защитная реакция вашего подсознания. Которая подсказала в такой форме, что мужчина этот для вас опасен. У людей такое иногда бывает. И вы, естественно, послушались. И в итоге это оказалось правдой. Почему? Я уже сказал. Мужчина, который свою женщину любит, он будет ее добиваться, он ни за что ее не отпустит и не потеряет. Тем более, в вашей ситуации, когда все откровенно понятно, прозрачно и нет поводов для расставания. Но мужчина, позволив вам уйти, значит, не особо вами дорожит. А значит, отношения с ним, долгосрочные перспективы привели бы к тому, что вы переживали и испытывали негатив. Вот именно от этого этот ваш страх и избавил вас. Если после него у вас были другие мужчины и с ними ничего такого не происходило, значит, они не представляли для вас опасности. А если это чувство возникает всегда и вы всегда боитесь, то вам нужно проработать детский страх. Детский страх, в силу того, что мы его часто можем не помнить, как правило, прорабатывается с помощью гипноза. Человек вводит в гипноз, находит этот страх детский, скрытый в подсознании, заново переживается с человеком и он уходит и больше уже вас не беспокоит. Если у вас повторяется этот симптом и повторяется несколько раз, нужно обратиться к гипнотизеру, он вам поможет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока же, желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok